Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и сегодня мы с вами снова поговорим о туристическом снаряжении из Китая. Очень много вопросов приходит ко мне в личку, в комментарии под роликами и на стримах. Подскажи, пожалуйста, эта палатка с Алиэкспресса хорошая, этот рюкзак с Алиэкспресса хороший, этот спальник с Алиэкспресса хороший и так далее, и так далее. Я, если честно, немножко устал отвечать на такие вопросы, поэтому снимаю серию роликов о проверенных брендах из Китая, и конкретно которые частенько встречаются на Алиэкспресс. Погнали! Первый бренд, о котором стоит упомянуть, это 3F Ultra Light Gear. Все, кто прутся по легкоходству и, в принципе, по облегченному качественному снаряжению, про этих ребят наверняка уже слышали. Это такие китайские легкоходы, которые специализируются в основном на максимально облегченном снаряжении. И по качеству их вещи, на самом деле, достаточно неплохи. Я бы сказал, что они запросто могут состязаться в качестве и функциональности со многими европейскими и западными брендами. Они производят достаточно большое количество разного снаряжения. В большинстве своем оно, конечно, заточено под стиль туризма Fast & Light. Они производят и бескаркасные палатки, и вроде как каркасные тоже. Они производят облегченные рюкзаки, они производят конденсатники, дождевые килты и прочие вещи, которые так нравятся любителям легкоходства, да и простым туристам, которые хотят снизить вес своего рюкзака. У меня от 3F Ultra Light тоже есть несколько вещей в моем снаряжении. В первую очередь, моя любимая вещь у них, это Rain Cover, то есть накидка на рюкзак от дождя. Многие меня порицают за то, что я использую слово Rain Cover, но в русском языке это целое большое предложение. Накидка на рюкзак от дождя. И Rain Cover, одно слово. Поэтому я его чаще всего использую. Так вот, Rain Cover от 3F Ultra Light просто бомбезный. Это лучший Rain Cover, которым я когда-либо пользовался. У меня до этого были и Osprey'евские Rain Cover'ы, и Atta Tonk'и, и какие-то No Name'ы, но этот прям бомбический. Во-первых, он пошит из очень тонкой ткани, причем она достаточно прочная, она армированная рипстопом и в принципе достаточно неплоха на разрыв. Так что, несмотря на свой низкий вес и тонкую ткань, эта вещица все равно достаточно прочная. Насколько я помню, там ткань стоит что-то в районе 15 Денье. Но это все ерунда, ткань это дело как бы наживное. Больше всего мне понравилась конструкция этого чехла от дождя на рюкзак. В общем, там есть одна очень важная вещь, кроме того, что он затягивается резинкой, как большинство Rain Cover'ов, там есть еще стропа, которая посередине фиксирует этот Rain Cover' на вашем рюкзаке. А это очень важный момент, особенно когда вы отправляетесь в поход в места, где дует сильный ветер, ну или даже не сильный ветер. Потому что, если вы идете по маршруту, идет дождь, вы, соответственно, защитили от дождя свой рюкзак Rain Cover'ом, но подул ветер, часто бывает так, что как бы эту накидку от дождя с рюкзака срывает или частично открывает ваш рюкзак. И, соответственно, содержимое его начинает мокнуть. Это очень неприятно. Но это тоже мелочи, потому что иногда бывает так, что вы идете под дождем в очень ветреном каком-нибудь месте, по типу Исландии, где мы, в общем-то, бывали, или даже на Гран-Канаре. У нас был один момент, когда был дождь, и прям шторм принесло с океана, и было, в общем-то, немножко так стрёмно идти. Ну, так вот, ты идешь под дождем, и начинает дуть очень сильный ветер. А идешь ты где-нибудь по не самой ровной тропинке, ну, например, над пропастью, или в каком-то таком месте, где можно навернуться. Сам, конечно, ты себя контролируешь. Но, если порывом ветра у тебя с рюкзака срывает вот эту накидку от дождя, она превращается в такой здоровенный парус. У тебя сзади болтается такой парашют, который наполняет ветром, и начинает тебя мотылять из стороны в сторону. А если ты стоишь, как я уже сказал, где-нибудь над пропастью, это прям очень неприятно, очень неприятно. Вот я пару раз с таким столкнулся и начал искать, где бы мне найти Rain Cover, у которого будет стропа посередине, которая будет пристегивать его к рюкзаку, и его никаким ветром, никаким даже самым сильным порывом срывать не будет. И я его нашел, собственно, у 3F Ultra Light, и с удовольствием пользуюсь. У меня их два. Один мой, один Танин, и, в общем-то, оба в ходу. Также у меня от этих ребят есть такая очень специфическая вещь в снаряжении, как дождевой килт. Известный также, как дождевая юбка. Это достаточно специфическое снаряжение, которое, в принципе, распространено на Западе и в Европе, но в нашем туристическом комьюнити встречается действительно редко. Оно заточено больше под жаркий и влажный климат, когда вокруг жара, но при этом идет дождь, и тебе как бы мокнуть не хочется, но и потеть в каких-нибудь мембранных штанах в температуре плюс 30 тоже нет никакого желания. Тогда ты облачаешься в такую дождевую юбку, и вроде как все дышит, и вроде как ты не мокнешь. Ну вот для таких условий. У меня эта вещь не прижилась, ну точнее она у меня до сих пор лежит в шкафу, но ей пользуюсь я крайне редко, потому что все-таки климат не совсем подходит под это снаряжение. Поэтому она пылится в шкафу. Пошита эта штуковина из тайвика. На самом деле, по-моему, на Алиэкспрессе 3F Ultra Light и больше всего шьют из тайвика. У них есть и вот этот дождевой килт из тайвика, и конденсатник из тайвика. Кстати, очень интересная штуковина. Конденсатник, ну гораздо полезнее, чем дождевой килт, и гораздо распространеннее. Защищает ваш спальник от выпадения конденсата, собственно, если коротко говорить. Так вот, вещь достаточно редко встречающаяся, и вот один из хороших вариантов как раз есть у 3F Ultra Light. Так вот, конденсатник, что у них еще есть, какие-то тенты из тайвика и так далее, и так далее. То вообще за материал такой тайвик-тайвик, это не пористая строительная мембрана. Ее чаще всего используют в строительстве, где-нибудь под крышу стелят, чтобы крыша дышала и при этом влагу не пропускала. Но и, разумеется, легкоходы заметили замечательные свойства этого материала, потому что он до кучи еще достаточно прочный и достаточно легкий. И забрали его в свое снаряжение. Так вот, если ищете его на Алиэкспрессе, то 3F Ultra Light достаточно много снаряжения из него шьет. Ну, как я уже сказал, шьют они бескаркасные рюкзаки, армированные дайнимой. Вроде как у них были еще рюкзаки целиком из дайнимы, что, в общем-то, не может не радовать. Не уверен, что они есть в общем доступе. Возможно, они есть где-то исключительно на китайском рынке, но вроде как они такое шьют. Так что бренд вполне себе интересный, и многие любители легкоходства к нему присматриваются. Наверное, самая популярная у них вещь – это палатка Lanshine 2. Меня, кстати, многие просят сделать на нее обзор. Говорят, ой, Владимир Чайкин, давай рассказывай про Lanshine 2, возьми себе эту палатку, походи с ней в походы. Но я всегда отказываюсь, потому что, несмотря на хорошее качество 3F Ultra Light Gears, и на то, что у них много интересного снаряжения, есть одно «но». Оно пошито в основном под китайских юзеров, которые не отличаются высоким ростом. А во мне – 1,94 метра. Так что в их палатке я не очень помещаюсь, как и в большинство китайских спальников тоже, например. Поэтому это снаряжение я использую редко. Рекламы в этом ролике нет. Поэтому я напоминаю, что если вы хотите, чтобы контент на этом канале продолжал выходить регулярно, если вы хотите вместе с нами двигать адекватную туристическую движуху, если вам дорог этот канал и вы не хотите, чтобы он загнулся, вы можете поддержать нас платной подпиской на Бусти, Патреоне, Ютубе или разовым донатом. На данный момент это основные ресурсы для существования этого канала. Этот ролик стал возможен только благодаря этим достойным людям. Спасибо большое, что не даете опускать руки. Спасибо большое за вашу поддержку. Что-то мы рассказываем, рассказываем про китайское снаряжение, а ни разу не упомянули о ножах. А ведь они в Китае тоже существуют. Ганзо – огромный производитель ножей, мультитулов, пил и прочих всяких штуковин для походов, для каких-нибудь EDC, для города и не только. В общем-то, ножи и всякие такие острые предметы можно брать у Ганзо. Достаточно неплохое качество, достаточно приятные цены, много разных веселых расцветок. Вот в плане расцветок они прям радуют. Не скажу, что прям супер по дизайну, но как бы на вкус и цвет. Есть любители конкретно дизайна Ганзо, которые специально даже коллекционируют их ножи. Я небольшой фанат именно эстетической стороны Ганзо, но в практичности им точно не откажешь. Действительно, есть очень неплохие и ножи, и мультитулы. Вот в плане мультитулов, если жалко раскошелиться на какой-нибудь брендовый Лайзерман, если жаба душит платить бешеные деньги за мультитул, у Ганзо вы найдете практически то же самое, только за гораздо меньшие деньги. Да, возможно, их ножи и мультитулы не так хороши в каких-то деталях, не так у них выверены все грани, не так над ними кропотливо работают дизайнеры, но это вполне рабочие инструменты, которыми пользуется огромное количество туристов и не только. А мы переходим к третьему месту нашего топа, и на нем расположился культовый бренд БРС. БРС производители той самой легендарной, самой легкой горелки в мире БРС-3000Т. Любимица всех легкоходов, причем даже западных, даже те ребята, которые покупают супер дорогие палатки за несколько тысяч евро из Дайнимы, они ходят с этими китайскими горелками, которые стоят 20 баксов от силы. По скидке я ее видел в черную пятницу, за 10 долларов ее продавали. Так что, кроме того, что она самая легкая в мире, она еще и достаточно дешевая. А весит эта горелка 25 граммов. По габаритам своим она даже меньше, чем спичечный коробок. Причем это, ну на самом деле, рабочая мощная горелка, на ней все достаточно быстро закипает. Я с этой горелкой прошел большой поход по Исландии. Это была моя единственная и основная горелка, и весь длительный поход я на ней готовил. Никаких проблем у меня с ней не возникло, и до сих пор эта горелочка жива. Она мне служит уже пятый год, и несколько больших походов я с нею отходил. И бесконечное количество маленьких походов. В общем-то, это моя основная горелка. Но сейчас я достаточно много получаю сообщений о браке, о том, что ножки у этой горелки периодически гнутся. И я предположу, что действительно качество у БРС плавает. Зависит от партии. Может прийти действительно хорошая горелка, а может прийти бракованная. Это, в принципе, Китай. К этому нужно быть готовым. Ты как бы не платишь за дополнительную стоимость, за контроль качества. Ты как бы играешь в русскую рулетку, поэтому риск всегда есть. Кстати, кроме вот этой легендарной маленькой горелки, БРС производит большое количество других горелок и другого снаряжения. Например, у них есть достаточно интересная мультитопливная горелка, которая работает как на газе, так и на жидком топливе. А еще, мало кто знает, но БРС производит обалденную печку-щепочницу. Турбо-печку-щепочницу. Причем с такой конструкцией, которой я до этого не встречал. У меня была возможность потестить эту печку. Я с ней походил даже какое-то количество походов. Потом ее подарил. Но как бы эта печка была у меня в снаряжении в том числе. У нее, кстати, очень интересный прямоугольный формат. Она достаточно близко расположена к земле. У нее достаточно широкие ножки. На нее можно ставить действительно большую групповую посуду. Даже какой-нибудь 10-литровый котелок запросто можно поставить на эту щепочницу. Он будет устойчиво стоять. И, в общем-то, в нем можно будет готовить. Потому что там вынесен как бы вот этот блок поддува. Причем блок поддува можно питать не только батарейками, но и от пауэрбанка. Так что это вполне рабочая и классная печка-щепочница. Мне она понравилась. Во всяком случае, она точно устойчивее, чем цилиндрические печи. Так что БРС, если ищете легкие горелки, если ищете интересные щепочницы, вполне себе можно брать. Если вам понравился такой формат, и если вы хотите продолжения, а мне есть еще что рассказать, не забудьте поддержать этот ролик лайком. Пишите те бренды с Алиэкспресса, которыми пользовались вы и которыми вы остались довольны. Будет очень интересно почитать. Возможно, что-нибудь для себя тоже там подсмотрю и закажу. И, конечно же, ходите в поход, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока.